Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости Таким образом, аналитики фиксируют тренд на замедление темпов строительства, уточняют бизнес-новости в Кирове. Дайджест недвижимости Засрыв работ по капремонту, жильцы будут нести ответственность. Речь идет о ситуациях, когда собственники квартир не пускают внутрь подрядчиков. Как рассказала начальник юридического отдела фонда капремонта Елена Шихова, отныне жильцы обязаны будут подписывать отказ в допуске в жилые помещения. В частности, речь идет о ремонтах систем вода и теплоснабжения. Подписав бумагу, собственник берет на себя ответственность за возможные в будущем аварийные ситуации. А запланированные, но не проведенные работы переносятся в программе капремонта минимум на три года вперед, отмечает Айкиров.ру. Дайджест недвижимости На пятом этаже ЦУМа открылась выставка современных кировских интерьеров. На конкурс сферы дизайна, который традиционно проводится в нашем городе, заявились более 30 участников. Вход на выставку свободный, так что познакомиться с работами может любой желающий. Из фотографий интерьеров можно почерпнуть массу идей. Особенно это полезно тем, кто только задумывается или уже делает ремонт в своей квартире или доме. Также на выставке представлены реально существующие в Кирове пространства. Можно увидеть, например, фотографии новой школы Вурованцева или еще не открытого детского космического центра, сообщает Киров.ру. Напомню, выставка сферы дизайна будет работать на пятом этаже ЦУМа до 28 января. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости